Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир, прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня мы хотим обсудить темы, это митинг 27 февраля. Но прежде чем поговорить о митингах 27 февраля, я хотел бы коротко коснуться требований матерей, которые озвучены публично. И наши женщины мы видели в тех или иных городах, когда они встречались с акимами или приходили на встречи с местной властью. И, собственно, дать свою оценку по итогам этих встреч, которые сейчас прошли в Астане и других городах. Вы, наверное, уже видели везде в Ютьюбе, в разных СМИ, как проходят такого рода встречи. И вы видите, что, в частности, в Астане власть реально никаких решений не приняла, никаких действий со стороны власти нет и не будет. Более того, власть пытается раздробить этот протест, раздробить, затянуть, заживать и таким образом попытаться затушить весь вот этот протест, который сейчас существует в нашей стране. Вы видели, очень противоречиво действовала власть. Сначала вот в Астане объявили, что в 15 числа будет встреча с акимом города и предполагалась встреча конгресс-холи. Но вчера вышли объявления, что встречи будут на уровне акимов районов. И таким образом власть попыталась раздробить протест, размазать его по всему городу. Тем не менее, женщины собрались в Астане. Видео достаточно в эфире. Вы видите, какой гнев, какой мощный протест собран по нашей стране. И это только начало. И вы сами все, наверное, видели, что именно представители власти не принимали никаких решений. Их задача была просто собрать, сделать видимость, что они что-то будут делать, наговорить всяких обещаний, создать разные комиссии. А в итоге все, как обычно, заканчивается ничем. Я вчера говорил, что если проанализировать все протесты, то на первых порах они хотя носят экономический характер, в любом случае они перейдут именно в другую форму требований, когда протестующие уже выдвинут политические требования. И эти политические требования будут выдвинуты очень скоро, когда женщины поймут, что обращения к этому режиму, они бесполезны. Задача режима будет некоторую часть запугать, какую-то часть обмануть, какую-то часть мелкими подачками успокоить, создать разные комиссии и создать видимость, что вот пошел процесс, давайте подождите, все будет хорошо в 2050 году. Вот здесь пишут, что по Астане Аким был всего 8 минут, что-то поговорил, сказал и убежал. Убежал, потому что ему сказать нечего, как я вчера говорил. Все решения принимает по ресурсам, по финансам, но султан Назарбаев. Все деньги собраны под его контролем и никакие деньги не могут уйти без его принципиального решения. А все эти чиновники, они куклы, которые ничего не решают. Обратите внимание, что было в Ахтубе. В Ахтубе я тоже опубликовал сегодня пост. Это пост, написан, называется «Глазами очевидца». И когда он подробно описывал, что даже те люди, которые подбегали к микрофонам, они были подставные, а реальные люди, которые хотели что-то сказать, им не дали ни микрофон, ни возможность выступить. Поэтому, уважаемые друзья, вы прекрасно, надеюсь, понимаете, что протест матерей никакого результата не достигнет. Именно только тогда, когда протест матерей будет организован, когда наши требования будут выдвинуты огромной массой протестующих, причем одновременно во многих городах страны, и все это будет сформулировано в итоге в виде политических требований, только тогда будет результат, только тогда власть будет пятиться, только тогда начнутся реальные действия даже со стороны этого вялого правительственного султана Назарбаева. Примеров в истории много, когда люди выдвигали именно экономические требования. Я слышал, как одна женщина в виде голосовых сообщений говорила, «Ой, хочешь она политикой, ну хочешь?» И таких людей много, которые не понимают, что экономические обстоятельства в улучшении жизни напрямую связаны с политическими реформами, именно с политическими изменениями в стране, что с этим режимом, с этим шалом никаких изменений не будет, и они зря обращаются, говорят, что нам бы лишь бы жилье было, нам лишь бы дали какое-то пособие, нас политика не интересует. Именно потому, что политикой они не интересуются, именно потому, что они фактически голосуют за Нурсултана Назарбаева своим молчанием, давая ему возможность находиться у власти, именно поэтому их жизнь такая плохая. Политические ситуации, политические реформы напрямую влияют на экономическую жизнь наших граждан страны. К сожалению, наши люди это плохо понимают. И вот, собственно, когда женщины по всей стране вот так попротестуют, походят, поучаствуют в всяких комиссиях, и когда поймут, что их вопросы не решаются, именно тогда они начнут выдвигать политические требования. Так было всегда и будет так же и сейчас. В чем плюс именно для текущей ситуации, для достижения цели демократической выборы Казахстана? Плюс заключается в том, что люди сейчас начали формировать свои требования, выходить на протесты, возмущаться действиями властей. Наш электорат сейчас наиболее подготовлен с точки зрения того, чтобы мы могли рассказать, что такое демократический выбор Казахстана, в чем суть наших программ, что мы хотим сделать. И когда такие женщины будут говорить, «Бзги политика Кирикжок», «Бзги Икерик», «Бзги Ахшагерик Тепс Айца», вот эти наши программы, для них станут тем самым двигателем, они поймут, что нужно вместе с ДВК двигаться, двигаться к цели, добиться смены режима и построить нормальную страну. И тогда у них будут и жилье, и пособия, и вообще в стране ситуация кардинально изменится. У демократического выбора Казахстана существует множество самых различных программ. Как и экономические программы ДВК, различные его аспекты, в частности, каким образом мы будем развивать социальный сектор, какие программы поддержки будут существовать со стороны правительства, когда правительство будет возглавлять демократический выбор Казахстана. Но и очень важный момент в программах, это программа политических реформ. Чтобы мы все понимали, политика первична, экономика идет следом. Я объяснял, почему политика впереди идет. То есть, именно отталкиваясь от политических реформ, можно добиться любых других успехов, как в экономике, так и в других секторах экономики. Я в качестве примера хотел бы озвучить наши программы, но не узко, не отдельные субсидии, материнский капитал, все прочее и так далее. Я хотел бы вам сейчас рассказать о программах ДВК именно объединенно, консолидированно, чтобы вы понимали, что приход в классе демократического выбора Казахстана это не просто пособие, это не просто пособие, это не просто списание кредитов. Это целый комплекс мероприятий со стороны правительства демократического выбора Казахстана. И это все возможно только тогда, когда мы осуществим глубокие политические преобразования. Вот, собственно, я сейчас хотел бы некоторые из них озвучить. Вы можете зайти в интернет, включить поисковик Google и забить такое слово экономические программы ДВК. И вы сразу увидите первую часть наших программ. Я хочу ваше внимание обратить сначала то, что социальная программа ДВК, она предполагает целый комплекс решений для всего общества, для пенсионеров, для инвалидов, для учителей-врачей, для военных, для полицейских. Практически нет ни одного слоя нашего общества, которое бы не затронуло программы демократического выбора Казахстана. Обратите внимание на пенсионную часть. Мы говорим, что мы внедрим гарантированную минимальную пенсию со стороны государства. Вы сейчас знаете, что у нас накопительная система есть пенсии, и мы дополнительно со стороны государства предполагаем платить гарантированную минимальную пенсию в первый год работы правительства ДВК в размере минимум 300 евро. Я знаю, что наши граждане очень плохо ориентируются евро, доллар, курс и так далее, но я сейчас хочу объяснить, почему я эти цифры называю в евро, а потом я буду озвучивать и в тенге. Дело в том, что мы в своих программах озвучивали, что в качестве ориентира мы берем те страны, которые были вместе с нами в Советском Союзе. Это Латвия, Литва, Эстония. И следующий круг стран это Польша и Чехия, которые были под крылом Советского Союза. Чехия в 89-м году полностью отошла от Советского Союза, а Польша в августе 90-го года. То есть фактически эти страны с разрывом в один или два года ушли из-под крыла Советского Союза. И вот обратите внимание, что уровень жизни в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония и вообще половой внутренний доход на душу населения в два с половиной раза минимум выше, чем в Казахстане. При этом обратите внимание, что в этих странах нет нефти, газа, нет никакого сырья. Это транзитные страны и жизненный уровень их почти в три раза выше, чем наши граждане, в нашей стране. Это в стране, которая богата с сырьевимыми ресурсами. Поэтому мы, зная, что Тенге регулярно девальвируется, было две крупные девальвации, за прошлый год Тенге девальвировал где-то приблизительно 20-25% за год. Мы наши программы написали в евро, чтобы каждый человек евро мог соответственно умножить на текущий курс. Сейчас один евро равен 430 Тенге. Поэтому я буду озвучивать как евро, так и Тенге. Потому что, если мы хотим догнать эти страны, то эти страны, и у них единица валютная евро. Вот поэтому мы озвучивали цифры в евро. Итак, обратите внимание, мы ввели такое понятие, как гарантированно минимальная пенсия по возрасту. И мы полагаем, что в первый же год будем платить минимум 300 евро дополнительно к текущей пенсии, которую получает человек. 300 евро умножьте на 430, и вы получите 130 тысяч Тенге. То есть, к текущей пенсии, которая есть у человека, средняя пенсия разная, там где-то около, по-моему, 200 долларов, если в долларной эквиваленте считать, то получается, человек получает дополнительную пенсию со стороны государства больше, чем его пенсия есть на самом деле сейчас. Порядка 130 тысяч Тенге, это в первый год. А последующие годы размер пенсии вырастет до 400 евро или 172 тысяч Тенге. Я хочу еще раз акцентировать, это дополнительная пенсия к тому, что есть у человека. Тема сегодняшней эфира именно материнский капитал. Но вы понимаете, мать живет не сама по себе, у матери есть дети, у нее есть муж, у нее есть родители, пенсионеры. То есть, фактически, надо рассматривать материнский капитал, то, что мы озвучиваем именно как программу демократического выбора Казахстана в комплексе. В комплексе я хочу вам напомнить, что у нас медицинские услуги, именно государственные медицинские услуги будут бесплатны. Это программа демократического выбора Казахстана. Государственное образование, государственные учреждения, которые работают в сфере образования высшего и среднеспециального тоже будут бесплатны. Мы же в своих программах объявили, что в первый год реформ дети с первого по четвертый класс, начальные классы будут получать бесплатное питание. Вы же понимаете, мать, когда думает о своем ребенке, она думает, как его одеть, как его накормить, как отправить в школу, в конце концов, когда он завершит школу, где он будет учиться, как лечить своих детей. И поэтому материнский капитал надо смотреть в комплексе. И мы в комплексе хотим озвучить именно программы демократического выбора Казахстана, чтобы мы могли понять и сравнить, что таких программ у правительства нет. И следующие, все те, кто будет говорить, а где деньги, вы уже теперь, наверное, прекрасно знаете, где деньги. Денег в стране много, они каждый год разворовываются, десятки миллиардов долларов. Недавно Назарбаев объявил о создании некоего инвестиционного фонда, куда закачивается 370 миллиардов тенге или 1 миллиард долларов. Также только в один Цесно-банк было закачано около 4 миллиардов долларов. Поэтому вы сейчас эту задачу уже без меня решите. В стране денег много, и этих денег достаточно на реализацию любых социальных программ, которые необходимы нашей стране. Теперь я хочу вернуться к пособиям на содержание детей. Вот сейчас наши женщины протестуют и требуют, чтобы выплачивались разные пособия. Я там слышал, как одна многодетная женщина говорила, это вообще смешно. Шестеро детей у женщины и что такое 20 тысяч тенге? Давайте сравним, что такое будет при правительстве демократического выбора Казахстана. В первый год реформ, если вы откроете нашу программу, минимальная сумма за каждого ребенка выплачивается в размере 50 евро. То есть за 6 детей женщина получит 300 евро. И вот если вы 300 евро умножите на курс 430, вы получите очень крупную сумму. Посчитайте, сколько это будет. То есть мать, имеющая шестерых детей, за каждого ребенка получит минимум 50 евро. Если 50 евро умножить на курс 430, она каждый месяц будет получать 130 тысяч тенге. Вы знаете, что сказала же министр нынешняя Мадина, министерство соцзащиты? Она сказала, что 16 тысяч тенге для многодетных детей много. А наша программа предполагает, что многодетные дети, у кого 6 детей, будет получать минимум 130 тысяч тенге. Не 16 тысяч тенге, 130 тысяч тенге. Вы знаете, что пособие на содержание детей наше правительство платит до одного года. В нашей программе дети будут получать пособие до 7 лет. При этом первый год за каждого ребенка 50 евро, затем мы будем доплачивать до 80 евро в течение 4 лет, пока будет работать правительство демократической выборы Казахстана. То есть фактически женщина, имеющая 6 детей, будет получать 480 евро. Что такое 480 евро? Это 206 тысяч тенге. Не 16 тысяч тенге, которые отказывалась министр соцзащиты выплачивать многодетным семьям, программе демократической выборы Казахстана предполагается 80 евро за каждого ребенка, значит мать, имеющая 6 детей, получит 480 евро или 206 тысяч тенге. Вы понимаете, масштаб и разницу десятки раз отличающие от тех программ, которые существуют сейчас внутри Казахстана. При этом в Казахстане платят за детей до одного года. Мы планируем платить до 7 лет. Почему до 7 лет? Потому что в мире, во всех европейских развитых странах за ребенка платят до 18 лет включительно. Это вы все должны знать, до 18 лет. Но мы просто сделали расчеты из текущего бюджета, из будущих возможностей нашей страны, и пока как первый шаг объявляем, что мы в состоянии оплачивать детям пособие до 7 лет включительно. теперь посмотрите единовременные выплаты по рождению ребенка. Сейчас в Казахстане это 71 тысяч тенге с мелочью. Это порядка 160 евро. Мы в первый год реформ будем платить 400 евро в первый год. И затем это будет расти все выше и выше, и мы будем достигать уровня Эстонии, Польши, Чехии. Еще раз, вы оцените цифру, что значит 400 евро. 400 евро это 172 тысяч тенге. Сейчас наше правительство выплачивает порядка 70 тысяч тенге. То есть фактически в два с половиной раза меньше чем будет платить правительство демократического выбора Казахстана. Вы прекрасно понимаете, что эти матери они учителя, они врачи, они пенсионеры, они имеют разную профессию и на какой-то период они уходят воспитывать детей. И когда в семье будут учителя и врачи, когда в семье есть наиздевение пенсионеры, то конечно же нужно смотреть бюджет в целом. И поэтому программы ДВК нужно смотреть для семьи в целом. Например, если взять учителей, у них сейчас базовая зарплата, без различных доплат, порядка 60 тысяч тенге. Мы в наших реформах предполагаем, что базовая зарплата будет 140 тысяч тенге, более чем в два раза больше, и в итоге наши учителя будут получать заработную плату в районе минимум около тысячи долларов США. Минимум. Наши врачи соответственно тоже будут получать от 600-800 евро 1200 евро. Это первый год буквально. А затем вся эта оплата дойдет до 1800 евро в течение четырех лет. И потом я, когда услышу возгласы, что это нереально, это фантастика, я хочу сказать, что в таких странах, как Эстония, Литва, Латвия, это все сейчас есть, а мы хотим только их догнать. Когда появятся критики, а где взять деньги, мы сразу направляем к таким странам, как Латвия, Литва, Эстония, которые не имеют ни нефти, ни газа, вообще ничего. И уровень жизни их в несколько раз выше, чем в Казахстане. При этом все эти страны вместе с нами вышли из Советского Союза. Вчера мы были единой страной, и они умудрились несколько раз лучше жить нас. И поэтому когда кто-то будет говорить, где взять деньги, смотрите на примеры Литва, Латвия, Эстония. И те страны, которых мы сумеем по уровню жизни, по доходам на душу населения догнать как минимум, точнее как максимум за 4 года. А следующий период мы уже сможем нагонять уже такие страны, как Польша и Чехия. Это абсолютная реальность, потому что у нашей страны есть такие гигантские возможности, которые отсутствуют в Литве, Латвии, Эстонии, и которых нет ни у Польши, ни у Чехии. Просто позор, чтобы в такой богатой природными ресурсами стране жить нищенской жизнью. Я помню, когда полтора года назад я опубликовал все эти программы, многие воспринимали эти цифры как фантастика. Но зайдите в интернет увидите, что в таких странах как Литва, Латвия, Эстония уже это существует без каких-либо природных ресурсов. И мы их очень быстро нагоним, а затем и перегоним. И вот представьте, когда мы говорим о материнском капитале, мы должны четко понимать, мы должны смотреть комплексно. Это зарплата врачей, учителей, это размер пенсии, это выплаты инвалидом. Мы должны воспринимать и знать, что у нас будет бесплатное образование, высшее и среднее. Вам нужно помнить, что наши студенты при правительстве ДВК каждый месяц будут получать по 100 долларов в эквиваленте в тенге, чтобы они могли снять жилье. Каждый студент будет получать стипендию 50 тысяч тенге. Вы понимаете, как это влияет на доходы семьи? Сейчас они ищут деньги на образование, они ищут деньги, как обучить сына или ребенка или дочь, пока они будут жить в тех или городах, где находятся учебные учреждения. И все эти проблемы будут решены правительством демократического выбора Казахстана. Поэтому материнский капитал нужно смотреть в комплексе. Я уже озвучивал, что бюджет стройный мы буквально за 2-3 года руководства правительством Казахстана удвоим удвоим республиканский бюджет с нынешних 25-30 миллиардов до 60 миллиардов. И этих средств, которые мы найдем именно перекрыв пути канала воровства политической верхушки хватит, чтобы эти программы не только реализовать, но запустить новые, построить новые города, реформировать дороги, реформируют предприятия. В нашей стране денег очень много. Мы все это должны осознать. Мы богатая страна. Просто эти богатства крадутся этой политической верхушкой. Теперь меня здесь спрашивают про кредиты. Басандаханша миллион кредит Басандаханша Мухтарахда Сравжатор. Вот я хотел бы еще вам напомнить, что есть программа демократического выбора Казахстана, связанные с финансовыми обязательствами. Это потребительские кредиты и ипотека. Мы в прошлом году объявили, что мы спишем все потребительские кредиты и ипотечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. И таких займов сейчас в стране около 6 триллионов тенге. На самом деле, если так пересчитать по-серьезному, это 12-13 миллиардов долларов максимум. А вы знаете, что только в один Казком Назарбаев в 2017 году залил 8 миллиардов долларов безвозмездно. И затем этот банк, упакованный миллиардами долларов, продал за 2 тенге своему зятю. Это еще раз ответ тем, кто будет спрашивать, а где взять деньги. Денег в стране много. То есть, когда к власти придет правительство демократического выбора Казахстана, жизнь людей изменится буквально за несколько месяцев. Давайте я еще раз некоторые аспекты его напомню. Помните, мы обсуждали нефтегазовый сектор и сырьевые предприятия, которые производят черные металлы, ферросплавы, золото и другие материалы, относящиеся к природным ресурсам страны. Надеюсь, вы помните, что программе ДВК заявлено, что минимальная заработная плата в этих экспортных предприятиях будет уровень начинаться с тысячи долларов. То есть это приблизительно около 400 тысяч тенге. Сейчас наши люди в среднем получают 70-80 тысяч тенге, ниже 100 тысяч тенге. Хотя Назарбаев рассказывает сказки, что средняя зарплата порядка 160 тысяч тенге. Их же исследователи обнаружили, что это получает маленький процент людей, а в реальности это 70-80 тысяч тенге, это та реальная зарплата наших людей в Казахстане. Вот меня снова спрашивают, денег много, а куда деваются? Вот я вам цифру говорю, порядка 10 миллиардов долларов каждый год пропадает в банках. Вот Цесно-банк, султан Назарбаев залил 1,2 триллиона тенге, это вам почти 4 миллиона долларов. Вот вам 8 миллиардов долларов, которые залиты Казком. То есть каждый год в банке, банке, которые миллиардов долларов. Каждый год похищается минимум 5 миллиардов долларов. Посмотрите, что происходит с железной дорогой. Она увешана долгами. Посмотрите, другие национальные компании, они все монополисты. Как они могут быть убыточными, когда монопольно владеет рынком, у них нет конкурентов. А дело в том, что во всех этих компаниях напиханы представители на султан Назарбаев и его ближайшее окружение, и они тащат в этих компаниях миллиарды долларов. Просто так минимум 5 миллиардов долларов прямо расхищаются. Не говоря о том, что из бюджета в эти компании заливаются в уставный капитал деньги. Они тоже похищаются. Вот вам две цифры. Банки 10 миллиардов, национальные компании минимум 5 миллиардов. Это уже 15 миллиардов долларов. Это половина бюджета страны, даже больше половины. Видите, я вам просто так даю цифры. А представляете, строятся дороги, воруется местный областной бюджет, уже акимами и его окружением. Разные деньги вкладываются в проекты государственные, как бы государственные. На самом деле там воруются. Вспомните Румпетрол в Румынии. Это два старых нефтеперерабатывающих завода 40-х годов. У нас в Казахстане нефтеперерабатывающие заводы были с 70-х и 80-х годов. Так вот, в эти предприятия румынские залито свыше 5 миллиардов долларов, и еще поставляется нефть, и мы еще там несем убытки, потому что при поставках нефти еще раз воруются. И вот таких проектов, где миллиарды долларов крадутся, при том крадутся Тимуром Кулебаевым, зятем Нусултана Назарбаева, крадутся миллиарды, вы посмотрите цены на нефтепродукты, весь этот рынок контролирует зять Нусултана Назарбаева, Тимур Кулебаев, весь, и поэтому вы получаете высокие монопольные цены на нефтепродукты, а сверхдоходы получает семья Назарбаева. Если вот каждый сегмент брать, я вам просто говорю, легко, 30 миллиардов долларов, легко можно дополнительно найти, влить их в бюджет страны и решить любые социальные проблемы страны, во-первых, во-вторых, построить нормальные дороги, строить качественное жилье, построить инфраструктуру, наша страна очень богатая. Просто так найти 30 миллиардов долларов дополнительно вообще не составляет никакого труда. инфраструктуру. Поэтому, когда мы говорим о материнском капитале, вы все должны понимать, что члены вашей семьи, которые работают в экспортных предприятиях, будут получать минимально свою заработную плату от тысячи долларов, это порядка 400 тысяч тенге. Сейчас нефтяники в Ахтубе, в Казаларде получают зарплату от 100 тысяч тенге, а тогда будет минимальная 400 тысяч. Это даже те люди, которые прямо не имеют к добыче нефти никакого отношения, это водители, охранники и так далее, их минимальная зарплата будет порядка тысячи долларов. И мы закон примем, чтобы средняя зарплата на нефтяных предприятиях и экспортных сырьевых предприятиях не была меньше, чем 1500 долларов. Это по текущему курсу порядка свыше 500 тысяч тенге. Вы понимаете, как ваша жизнь изменится? То есть зарплаты тех людей, которые работают в экспортных предприятиях, поднимутся минимум в 5 раз. и все эти изменения произойдут буквально через несколько месяцев, когда к власти придет правительство демократической выбора Казахстана. Нам не нужно ждать 30 лет до 2030 года, до 2050 года. И эти изменения начнутся сразу, сразу, потому что все эти возможности есть у нашей страны сейчас. не когда-то, ничего мы не обещаем когда-то, мы говорим сразу, через 2-3 месяца уровень оплат труда изменится кардинально. Вы должны знать, что в европейских странах, например, для детей до 18 лет бесплатное питание в школах. В Европе, ведущих странах Европы, бесплатное образование, высшее бесплатное образование. если вашему ребенку до 25 лет он живет с вами, то этот ребенок получает дополнительные субсидии со стороны государства до 500 и выше евро каждый месяц за то, что он просто живет с родителями, за то, что он просто студент. И, соответственно, пенсии, доплаты, помощь матерям. В Европе там от 120 евро, 100-120 евро за каждого ребенка. бесплатное специальное питание для детей, памперсы. Это все существует в виде разной формы поддержки со стороны государства и разных структур. Вообще, в европейских странах существуют разные формы поддержки, если человек социально уязвим. Например, Красный Крест может каждый месяц давать лекарства и другую еду. Государство дает в разных среднеразвитых европейских странах детское питание бесплатно, лечение бесплатно. Вы понимаете, там просто через деньги невозможно все посчитать. Мы просто можем сказать, что зарплата в Европе в 10-20 раз выше, чем у нашего человека. Этого недостаточно, чтобы оценить уровень жизни этих людей. У них существует дополнительный такой огромный спектр социальных пакетов, что если все это прибавлять, можно долго-долго сидеть и рассказывать. здесь говорят насчет производственного капитала, правильно говорят. Почему в нашей стране не развивается производство, почему не производим самую мелочь, одежду, носки и так далее. Потому что вся власть сосредоточена у политической верхушки и все ключевые сырьевые предприятия и банки именно они контролируют, именно они владельцы. Но возможности человека не запредельны. Они занимаются нефтью, газом, все сырьем контролируют сами, а все остальное просто не дают развиваться. Для этого, чтобы все развивалось, нужно другое политическое устройство. Нужно, чтобы народ имел возможность управлять, влиять на власть. А в мире это устроено очень просто. Парламент, парламент действующий, он реально влияет, и тогда формируются рабочие места, новые заводы в регионах, населенных пунктах, потому что производством занимается миллион людей, а нынешняя власть захватила самые прибыльные сектора экономики, и их это устраивает, им все равно ваша жизнь, именно поэтому у нас экономика не диверсифицирована, нет производственных новых мощностей, они не пытаются это развивать, потому что им и так хорошо. Поэтому, уважаемые друзья, на ситуацию надо смотреть шире. Шире это пособие для детей, шире это пенсия ваша, ваших родителей, которые во много раз выше относительно того, сейчас есть. Шире это когда заработная плата врачей и учителей несколько раз выше, чем та, которая сейчас существует. Шире когда это предприятие экспортной отраслей нефть, газ, металлы будут получать заработную плату минимум в 5, а то и в 10 раз выше, чем сейчас. Вы понимаете, вы можете говорить, что это какая-то фантастика, но все это реалии. Нефтяники ведущих странах мира получают заработную плату от 10 тысяч долларов в месяц. Наши нефтяники получают в месяц 300-500 долларов. Вы можете снова и снова задавать вопрос, как же так? Я вам сейчас это очень просто хочу объяснить. Я знаю, что очень многие заблуждающие говорят, наша нефть плохая, наша нефть глубоко лежит, у нас себестоимость высокая, вы, наверное, просто не владеете ситуацией, просто зайдите в интернет и увидите, что себестоимость добычи нефти у нас очень низкая, она ниже среднего. Таких странах, как США, Австралия, Норвегия и других, себестоимость добычи нефти значительно выше, чем в Казахстане. У нас очень низкая себестоимость, во-первых. Во-вторых, наши отрасли продают нефть по мировым ценам, именно по мировым ценам, понимаете? И поэтому, если мы получаем за свой продукт мировые цены, заработная плата должна быть тоже на уровне мировых, это очевидный вывод. и вы можете сказать, тогда как получается? Мы получаем, как нефтяники, 300, 500, кто-то тысяч долларов, а в мире свыше 10 тысяч долларов, как же так? Куда одеваются деньги? Я вам говорю просто, деньги крадутся нашей политической верхушкой. И именно поэтому я говорю, что как только власти приходит демократический выбор Казахстана, уровень заработных плат изменится в течение нескольких месяцев, не нужно будет ждать долгие годы, потому что все эти производственные мощности завода у нас есть, остались со времен Советского Союза, цены мировые, поэтому эти деньги немедленно придут в нашу страну и будут повышены заработные платы работников этих предприятий. у меня кто-то здесь спрашивает, если он сейчас получает 80 тысяч, к ним прибавляют 130, итого 210 тысяч тенге. Я здесь не понял, вы про кого говорите 80 тысяч тенге, я вам просто говорю, что если идет речь о материнском капитале, то вы зайдите в программу социальных реформ демократического выбора Казахстана, забейте его в интернете, в гугле, и вы увидите, как поменяются ваши заработные платы. Если говорить об учителях, учителя базовая зарплата порядка 60 тысяч тенге, то их заработная плата будет свыше 300 тысяч тенге, около 400 тысяч тенге, это у тех учителей, у тех, кто буквально вчера пришел на работу, а те, кто имеет стаж, будут получать выше, чем 300 тысяч тенге, существенно, раза в полтора, если речь идет об учителях. Зайдите в программу ДВК, вы увидите, прочитаете, там суммы в евро написаны. это нефтяные мы должны получать дивиденды с нефтяных предприятий. Здесь на самом деле совершенно другой подход. Если все предприятия страны будут платить нормальные налоги, обычные налоги, открытые честно, если они будут платить заработную плату нашим людям, не как сейчас 100 тысяч тенге, а будут платить 500 тысяч тенге, миллион тенге, они это могут. Такая заработная плата существует во всем мире, в ведущих странах мира. Вы понимаете, что эти деньги хлынут в экономику страны, увеличится налоговое поступление и денег в стране станет еще больше. Сейчас в стране очень много денег, которые расхищаются, но после того, как эти предприятия просто будут платить адекватную заработную плату, люди станут богаче, им не нужно будет брать потребительские кредиты, им не нужно будет такие бешеные кредиты брать с процентами ипотечные займы. Заработная плата позволит развязать сразу все эти проблемы. Но вы поймите, ваша заработная плата будет минимум в 3, в 10 раз выше, и экономика будет в состоянии все эти оплаты труда выполнить. Легко, абсолютно. Мы в начале следующей недели опубликуем весь пакет реформ, которые предлагает ДВК, во всяком случае то, что публично опубликовано. Вот матери приходят Акимам и говорят, что им нужно жилье, им нужны пособия. Пособия, пожалуйста, посмотрите, какие. Размер таких пособий просто десятки раз отличается от того, что платит нынешнее государство. Но те, кто нуждается в жилье, посмотрите, есть жилищная программа демократического выбора Казахстана. Мы в своей программе заявили, что ставка кредита будет 5% годовых, первоначальный взнос будет 5% и срок кредита не менее 20 лет. Тем, у кого нет возможности внести 5% в первоначальную сумму, те могут ежемесячно выплачивать арендную плату, и эта арендная плата будет засчитываться во оплату за стоимость квартиры. В этой программе, жилищной программе написано, что стоимость жилья в таких городах, даже как Алматы и Астана, не будет выше, чем 500 долларов в квадратный метр. При этом эти квартиры будут с полной отделкой, когда будут платяные шкафы, кухонный гарнитур, стиральная машина, электроплита. Это все входит в полный набор квартиры. Это опять же не фантастические цифры, это абсолютная реальность. За 500 долларов в квадратный метр государство легко может построить жилье, потому что земля будет государством выдаваться бесплатно, и вся инфраструктура будет подводиться к домам за счет бюджета городов и области. И, конечно же, 500 долларов за квадратный метр в таких городах, даже как Алматы и Астана, будет реальностью, а в региональных городах, населенных пунктах по всей стране цена будет еще ниже. То есть это будет жилье со всей инфраструктурой, где есть горячая вода, холодная вода и все нормальные требования, которые должны быть в современных домах. Вы посмотрите программу демократической выборы Казахстана. На самом деле это все реальность. Смотрите, каждый год мы хотим сдавать 5 миллионов квадратных метров жилья. Это цифра небольшая. Сейчас мы в Казахстане в целом производство жилья где-то порядка чуть более 11 миллионов квадратов. Планируется 13. Мы собираемся к ним добавить дополнительно по государственной программе каждый год по 5 миллионов квадратных метров. Если считать, что у человека должно быть квадратных метров не меньше 20 квадратов, то получается, что каждый год 250 тысяч человек будут решать свои жилищные проблемы. 250 тысяч человек это только со стороны государства. Но ясно же, что будет и рынок развиваться, и частный сектор тоже будет строить. То есть мы как государство гарантируем строительство жилья каждый год на 250 тысяч человек. И в течение 4 лет жилье получит миллион человек. Теперь мне могут сказать, а сколько это стоит? Это стоит вообще ничего. Для нашей страны мы каждый год собираемся инвестировать в эту программу 2,5 миллиарда долларов. Каждый год. Но что такое 2,5 миллиарда долларов, если бюджет страны, именно республиканский бюджет будет 60 миллиардов? То есть он будет в 2 раза больше, чем текущий бюджет. Денег в нашей стране много. И мы легко можем реализовать такие программы. И я уверен, что в принципе такая страна, как Казахстан, давно должна была решить жилищные проблемы наших граждан. Это как получается? В числе богатейших стран мира мы находимся по природным ресурсам, а люди ютятся в времянках, в временном жилье, сгорают их дети. Это просто позор для такой богатой страны. Я уже много раз говорил, что у Дубая только есть нефть и море, и пески, и больше ничего. Невозможно сравнивать арабские страны по уровню доходов с нашей страной. И в этом смысле просто позор, что наш народ живет в нищете, а политическая верхушка миллиардами крадет и не может нажраться. Уважаемые друзья, среди вас есть и полицейские, и представители спецслужб, и военные. Почитайте программы ДВК, строительство жилья и социальный пакет для работников, как полиции, так и военных. Хочу вам напомнить, что сейчас наши полицейские, когда приходят, что называется, вот сегодня на работу, получают на уровне около 100 тысяч тенге, где-то 200-250 долларов. Мы в своей программе заявили, что рядовой полицейский свою заработную плату начинает с 1000 долларов, то есть в 3-4 раза выше, чем сейчас. Минимум в 3-4 раза. Рядовой полицейский попадает под различные программы по получению жилья. Он получает различные социальные гарантии. Таких гарантий очень много. Это касается и военных. Все наши программы, они просто рассчитаны, рассчитаны от текущих возможностей страны с будущим возможным резервом, с небольшим. То есть все эти программы абсолютно реальные, абсолютно реальные. Они реализовываются буквально в первые же годы руководством, правительством, демократическим выбором Казахстана. Первые несколько месяцев мы проведем реформы, заработная плата резко увеличится и стремительно начнем решать проблемы с жильем и другими вопросами, потому что в нашей стране денег много. В начале недели мы опубликуем программы, назовем его, как под словом, наверное, материнский капитал. И вы в комплексе увидите, что приход власти, демократический выбор Казахстана кардинально изменит жизнь всех граждан страны. Поэтому, уважаемые друзья, именно поэтому 27 февраля мы призываем наших граждан выйти на митинги около офисов партии Нуратан. Мы дадим адреса, где находятся офисы партии Нуратан во всех областных центрах. Мы знаем, что офисы партии Нуратан в некоторых городах имеют несколько мест, и поэтому я сейчас, пользуясь ситуацией, обращаюсь к нашим сторонникам с просьбой дать информацию об офисах партии Нуратан, хотя они есть у нас, есть у них интерактивная карта, когда заходишь на сайт партии Нуратан, там есть адреса. Но с учетом того, что у них по несколько офисов, я прошу именно по городам дать на ваш взгляд те координаты, которые удобны для проведения митингов и акций около партии Нуратан. Я вчера озвучил следующее. Мы 27 февраля около офисов партии Нуратан призываем наших сторонников выйти на митинг. На митинг выйти именно с пакетом требований, мы их называем материнский пакет. Это первое. Второе. Выйти там с памперсами, которые объясняют и символизируют, что пора менять эту власть. Форму рисунки памперсов, их вид мы уже максимально распространили и будем дальше это делать. Это именно наше требование, которое мы предлагаем озвучить власти 27 февраля у офисов партии Нуратан. Я хочу еще раз напомнить, что 27 февраля это среда, 20 лет исполняется партия Нуратан и это будет посвящено именно только на султану Назарбаеву, когда на съезде будут целовать ему руки, сверху сыпать конфетти, стрелять в салюты и говорить о какой у нас сильный елбасы. И мы должны разрушить представление, в первую очередь для Назарбаева показать, что он вообще ничего не стоит, все что он говорит ложь и он за 30 лет управления страной ее превратил нищую, нищую, нищих граждан, при том всем, что наша страна входит в десятку богатейших людей мира, то есть стран мира. Уважаемые друзья, все те, кто по каким-то причинам опасается участвовать в митингах, мы предлагаем альтернативу. Мы предлагаем, чтобы вы эти памперсы оставляли в многолюдных местах, в торговых центрах, в парках и везде там наклеивать фотографии шала, чтобы эта власть поняла, народ требует перемен. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть митинг мы можем проводить у офисов партии Нуратан. Особенно я хочу обратить ваше внимание на офис Нуратан в Астане. Конечно, он будет закрываться от народа, хотя он говорит, что это народная партия. Он будет закрываться, чтобы никто не мешал хвалить его, как он якобы поднял страну. Одним словом, все те, кто готов выходить на митинги, мы призываем появиться в офисах партии Нуратан. Другие, кто не готов к этим действиям, мы обращаемся к ним с призывом, чтобы они разбрасывали, оставляли в разных местах многолюдных памперсов. Памперсы с призывом фактически смены власти. В начале недели мы объявим программы ДВК, материнский пакет ДВК. Мы его все отдельно упакуем. Будут видео, будут разные плакаты, вы их увидите еще раз именно собранными. И вы можете оценить, что мы можем реализовать за короткое время, буквально за год-два, а что-то и за несколько месяцев. И то, что Нусултан Назарбаев обещает 30 лет и до сих пор ничего не сделал. Вы сейчас видите, огромный протестный потенциал накоплен. Во всех городах страны нужны толчки. Я обращаюсь к нашим сторонникам, чтобы вы именно катализировали эти процессы, стимулировали, объединили наших сторонников, пригласили их на протесты. Когда нас будет много, эта власть ничего не сможет сделать, она будет пятиться назад. Вы посмотрите, они мешками, картошками, коробками разных макарон пытаются подкупить наших граждан. Надо действовать, и тогда все изменится. На сегодня я свой эфир завершаю. Сау Волныздар, мы призываем вас участвовать в митингах 27 февраля.